здравствуйте дорогие друзья энтузиасты умного дома сяоми наверняка уже сталкивались или слышали о bluetooth шлюзах если говорить о сяоми то речь идет не об отдельных устройствах а о функциях таких устройств как люстры вот такой вот монитор воздуха увлажнитель воздуха камеры светильники и прочее все устройства которые имеют bluetooth интерфейс благодаря этому bluetooth интерфейсу они собирают данные с таких датчиков как вот такой вот датчик температуры и влажности есть такая же версия с экраном на электронных чернилах есть датчики растений bluetooth датчики которые работают через bluetooth шлюзы они передают свои показания в систему которая доступна для контроля через приложение из любой точки земли также благодаря bluetooth шлюзом такие датчики могут участвовать в сценариях шлюзов в одной системе может быть много например люстра в каждой комнате чем больше таких шлюзов тем лучше покрытие и стабильнее связь с датчиками использовать этот функционал в альтернативных системах управления к сожалению не представляется возможным поэтому я задался вопросом создание bluetooth шлюза с аналогичным функционалом для сбора данных с таких датчиков которые при этом желательно не стоил бы много денег и не требовал больших усилий по настройке и программирование найти ответ на этот вопрос мне помог проекте спахом я уже делал обзоры по установке программной части и перепрошивки реле и розеток а в качестве аппаратной части выступает плата разработки esp32 с стоимостью менее 4 долларов главной ценностью этого модуля является наличие двух беспроводных интерфейсов вайфай и bluetooth 4.2 с поддержкой блее также на плате распаяно 4 мегабайта флеш памяти что позволяет заливать на него прошивки и дополнительный плюс является в том что у него есть микро юсб интерфейс и встроен контроллер юсб ту юар то есть для программирования этого устройства не нужно покупать отдельный программатор достаточно обычного микро юсб шнурка приехал модуль в простом антистатическом пакетике в качестве внешней упаковки был почтовый конверт с пупыркой для защиты микроконтроллер с нижней стороны прикрепили куску толстой противоударной пленки в любом случае доехала все в целости и сохранности на модуле распаяны гребенки контактов они все подписаны распиновку при необходимости можно найти в сети но для нашей сегодняшней задачи эти контакты не нужны для питания и перепрошивки используется порт микро юсб по бокам от него находятся две кнопки бут и м сам есп хом крутится у меня на разборе по сути сама среда нужно только для перепрошивки далее устройство работает автономно подробнее про установку моем обзоре и на сайте ссылка в описании для перепрошивки модуля нужен юсб микро юсб кабель поддерживающий передачу данных после подключения на плате загорается красный светодиод по инструкции для перевода контроллера в режим прошивки после подключения нужно зажать клавишу бут удерживая ее однократно нажать на клавишу n и после этого отпустить бут я так и сделал в дальнейшем при прошивке по воздуху все работает и без зажимания клавиш добавляем новый проект через ес пехом дашборд нажимаем плюсик здесь нужно ввести имя без пробелов продолжить здесь выбираем тип платы так наша плата у нас называется вот node mcu 32 с далее здесь вводим название сети здесь вводим пароль сети а этот пароль для доступа к самому устройству продолжить и окей наш новый проект создан вот создан проект вот его название и просит выбрать порт первый раз нам нужно выбрать порт вот этот вот контроллер который встроен просто подключить сейчас юсб шнурком после этого нам надо проверить правильно ли составлен правильно и давайте посмотрим что у нас здесь написала и так имя платформа плата название сети пароль я написал password здесь пароль для доступа по айпи и доступа для перепрошивки по воздуху для удобства я обычно использую статический и пи адрес который не через роутер а прямо прописываю в устройстве вот примерно так мануальный и пи адрес в разделе вай фай вот сам адрес это адрес шлюза и маска сети также будет удобно использовать встроенный веб сервер чтобы можно было прямо заходить на это устройство прописываем веб-сервер и порт 80 далее я воспользуюсь инструкции сайта проекта первым делом нужно включить esp bluetooth tracker и скан интервал здесь пять минут можно его увеличить я его оставлю так как он есть вот вставляем дальше скан интервал сохраняем и теперь можно приступать к добавлению первого сенсора это у меня будет датчик мифлора пример также есть на сайте проекта вот платформа мифлора mac адрес который можно узнать любым было и сканером приложение есть для android и параметры температура влажность освещение это фертильность почвы и уровень заряда батареи забегая вперед скажу что уровень заряда батареи датчиков мифлора к сожалению не передается так добавляем первый сенсор готова у меня таких датчиков 2 я сразу добавлю 2 здесь же отступив вот второй датчик замечательно сохраняем закрываем и проверяем наш проект все замечательно и теперь можем нажимать на upload это нам позволит скомпилировать наш проект и залить первую прошивку перед тем как заливать upload проверьте чтобы ваш порт был указан вот именно этот юсби 0 все это займет несколько минут нужно подождать прошивка завершена шлюз в онлайне теперь его можно отключить от юсби и просто подключить к любому источнику питания дальнейшие перепрошивки можно делать по воздуху для проверки работоспособности заходим по эпичнику на веб-сервер и видим что появились прописанные датчики это датчик у нас 1 и 2 мифлора температура влажность освещение уже появилось какое-то тут значение фертильности по мере опроса датчиков будут появляться вот появился лог будут появляться тут значение сейчас обновим страницу его через некоторое время появились все значения температура влажность освещение и фертильность по такому же образу и подобию используя платформу xiaomi нельзя пропишем mac адреса датчиков температуры и влажности у меня их 2 вот заходим в редактирование и после датчиков мифлора так вот сделаю отступ добавил два датчика нельзя сохранить также этот шлюз можно использовать не только для сбора данных но и как трекер возвращаемся к инструкции вот бинарный сенсор почему бинарный этот сенсор может иметь только два состояния включена или выключена на платформе esp32 было и трекер прописывается mac адрес любого было и устройство и его имя качестве такого устройства для отслеживания я буду использовать фитнес браслет mi band 4 адрес которого также можно найти при помощи приложения было и и сканер по инструкции прописываю его над сенсорами вот сюда сохраняем закрываем проверяем все в порядке закрываем и можно запускать на загрузку эта загрузка уже будет по воздуху так перепрошились теперь у нас появилась еще показания датчиков температуры влажности уровень заряда батарей он дольше всего обновляется и появился дополнительный бинарный сенсор который назвал me smart band 4 вот он сейчас состояние включена это говорит о том что сканер его видит то есть это можно использовать как датчик присутствия в доме и вот так выглядит веб-интерфейс bluetooth шлюза на текущей конфигурации когда он собрал уже все данные данные собираются с двух датчиков мифлора с двух датчиков температуры и влажности и отслеживается одно bluetooth устройство mi band 4 количество этих датчиков может быть увеличено уменьшено в зависимости от необходимости также ожидаем скором времени добавление поддержки bluetooth датчика температуры и влажности с экраном на электронных чернилах которые еще с часами эта ветка уже разработана отдельно автором на гитхабе ожидаем добавление ее в основную и так сказать рабочую версию gsp home теперь перейдем home assistant home assistant через меню настройки интеграции добавляем новую интеграцию ищем ес пахом вот он здесь прописываем хост и пи адрес нашего я недаром его сделал статическим здесь пароль на подключение и вот готов наш трекер сразу все сенсоры есть сенсор и влажности и температуры это теперь стандартные сенсоры которые видны и могут использоваться в автоматизация home assistant вот к примеру у меня сенсор присутствием и band 4 что он дома датчики мифлоры я объединил в так называемой сущности которые называются plants растения вот они и можно видеть сколько какая влажность какая температура какая освещенность какая фертильность почва кстати к одному такому bluetooth шлюзу можно таким образом через интеграцию подключить несколько инстансов home assistant в частности к этому шлюзу у меня подключено все три моих home assistant сервера на этом настройка шлюза завершена если одного шлюза вам не хватает можно купить их 23 зависимости от того сколько у вас датчиков и где они располагаются на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее до новых встреч